Привет, ништяки! Сарана дала мне свой канал. Нет. Ну чё, соскучились по совместным видео? Мм? Для тех, кто не знает, меня зовут Наташа Ламберт, и сегодня я буду задавать вопросы Саран про BTS. Каверзные вопросы. Немножко. На самом деле, мне очень приятно быть на этом канале, и Саран, крикни, я люблю BTS, если ты готова отвечать на вопросы. Я люблю BTS, я готова, я готова! Я не знаю, будет ли она сейчас кричать или нет. Да, добро пожаловать на канал Минке, с вами ваша Ли Саран и Наташа Ламберт. И как вы уже поняли, я уже, по-моему, говорила, что совместное видео, да? Соскучились? Пиши, что соскучилась. Если не напишешь, то... То ничего не будет. Мы друг другу позадавали по 10 вопросов по BTS, Так что после моего видео вы перейдете к Наташе и посмотрите, какие же я ей задала вопросы. А сейчас я буду отвечать на ее вопросы. И знаете, я думаю, что я не отвечу. Итак, знаешь ли ты, в каком году родился Джин? Когда я тебе искала информацию, я просматривала все даты, поэтому... 93-й год! Ха-ха! Ес! Я не соснула с первого вопроса! Но боюсь, что дальше прососнула. Джин родился в 1992 году. Джин родился в 1992 году. Любим. Я была так уверена, что он в 93-м. Почему я 92 и 93 спутала? Какой любимый супергерой Чимина из вселенной Марвел? Эм... 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 Не знаю. Пусть будет Анбанман. Ладно, ладно, шутка. И честно, честно, я не знаю. Может быть. Человек-паук? А может быть... Человек-паук? А может быть... Человек-паук? Честно, я не фанатка Марвела, поэтому я только знаю одного Человека-паука. И Бэтмен. А Бэтмен... Бэтмен... Он... Он... Входит в эту шайку? Бэтмен? Нет? Любимый супергерой Чимина из вселенной Марвел, по крайней мере, по его словам в American Hostelife, это Халк. Халк. Халк! 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 Хорошо, давайте посмотрим. Окей. Вопросик про твоего беса. Знаешь ли ты, в каком городе родился Хасок? Мне, честно, сейчас очень стыдно, но я не знаю, где он родился, поэтому сейчас я буду тыкать наугад. Пусть будет. Пусан? Нет. Держите. Чё-то песня Джиди вспомнилась, где он города перечислял. Ладно, ладно, ладно. Мне очень стыдно, но я не знаю, прости, Хасок родился в городе Кванджу, если я правильно произношу, надеюсь. И чё, я ни на один вопрос не ответила? Это, наверное, будет сложно, но со скольки лет Рэпмон начал учить английский язык? Допустим, в старшей школе. Сойдёт? Я об этом не знала, но оказывается, Рэпмон жил некоторое время в Америке и учился там, и поэтому он с 7 лет начал учить английский язык. Блин! Этот вопрос, мне кажется, простым, потому что они очень много раз об этом говорили. Кто в группе занимается аранжировкой песен? Кто в группе занимается аранжировкой песен? Наташа, это что за сложный вопрос, ё-моё? Опять буду тыкать наугад. Шу? Нет. Может быть, Чонгук? Нет? В группе Нам Джун пишет музыку, Юнги делает аранжировку, а тексты пишут втроём Нам Джун, Юнги и Хасок. Ну всё, ну всё, я уже поняла, что мне придётся делать стрёмное селфи. Кстати, да, если я не отвечу на 6 вопросов, то мне придётся делать страшное селфи и выставлять его в Инстаграм. Наказание такое. Итак, все готовы? Все готовы? Просто все? Окей. Назови дату дебюта BTS. У меня с датами всё очень плохо, поэтому я только скажу год. Это будет засчитано или нет? Пожалуйста, пусть будет засчитаться 2013 год. Дата дебюта BTS это 13 июня 2013 года. Ой, представляю, сейчас вы армию меня будете в комментариях унижать, за то, что я плохо знаю BTS. Йес! Какая погадая армия! Ужас! Саран, знаешь ли ты, кто первым родился в Пусане? Что? В смысле первый? Все семь участников в Пусане родились? Надо знать, кто первый родился. Ладно. Тупая шутка. Я пошла делать салфи Первым в Пусане родился Чимин И если кто-то не знает этот прикол Дело в том, что его один раз вынесло с того, что Ченгук тоже надевает серые линзы Там что-то еще за ним якобы повторяют И он подошел и сказал ему, что он первый родился в Пусане Чем очень сильно насмешил Ченгука А я там уже теория строила, что они все из одного города Если что, если что, это была шутка Об этом много раз тоже говорили И я надеюсь, что ты это знаешь Но с кем советуется Техен, когда у него начинаются какие-то проблемы? Я помню, я где-то читала, я где-то видела Блин, почему такая дырная башка? Подожди, сейчас С Шугой? Если у Техена начинаются какие-то проблемы, он идет за советом к Чимину Так как они одного возраста и им в этом плане друг друга проще понять Об этом Джин уже говорил довольно давно Но я четко запомнила этот момент Потому что для меня это было немного удивительно Но кто является для Джина примером для подражания? Сразу говорю из айдолов Это отдельная группа или один человек? Может, Биг Бэнг? Джиди, может быть? Примером для подражания для Джина является Тио Пи из группы Биг Бэнг Вот чего я не ожидала вообще Потому что Джин и Тио Пи, мне кажется, это абсолютно разные личности И это, честно говоря, очень сильно удивило меня еще в тот момент, когда он это сказал Но вот так Топ! Ну я же сказала Биг Бэнг Почти! Почти! Кто последним присоединился к группе? Тихо, тихо! Не бейте, не бейте, не бейте Тихо, тихо! Дайте подумать Я помню, где-то читала про это Блин, ну моя башка вообще все выкидывает Это был Чимин? В последнем группе присоединился Чимин Так как он был трене всего год А остальные ребята три года В последнем группе присоединился Чимин Так как он был трене О май гад! Один вопрос! Я угадала хоть один вопрос! Если бы я не угадала ни один, я бы не выпустила это видео Что вы, что я совсем буду позориться Хоть один В принципе, один это херово, но... Я не могу Ответить на один вопрос А, не, на один с половиной Я же дату вроде сказала 2013-й только Один с половиной считается А, ну еще Биг Бен сказала К этому посчитаем Тогда два получается целых Два! Ну, все равно мне придется делать страшную селфи Я надеюсь, что вопросы были не очень сложными Если были, то прости Простить? Как тебя можно за такое простить? Это были дико сложные вопросы Ты не могла что-нибудь выбрать, типа Какое полное имя Джина? В общем, да, ребята Надеюсь, вы отвечали на вопросы вместе со мной Если это так, то на сколько вопросов вы ответили Напишите обязательно в комментариях Я два И то там два по кусочку собрала Один балл Один целый Ох, я молодец Ну а теперь переходите к Наташе И посмотрите, на сколько вопросов она ответила И будет ли она делать страшное селфи в инстаграм Кстати, подписывайтесь на наши инстаграмы Там вы увидите страшное селфи Ну, уже со мной обеспечено просто Идите теперь проверьте, что там Как у нее там дела И да, кстати, я уезжаю на море И переходите мы в инстаграм Я буду выкладывать очень много сториз На этот раз я в лоху не впадло снимать Просто хочу поехать и отдохнуть Так что присоединяйтесь в мой инстаграм Будете следить за мной Я буду снимать много смешных сториз Все ссылочки в описании Ну а тебе спасибо за просмотр За лайк, за подписочку Увидимся в новых видео Пока Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наш канал